Здравствуйте! Здравствуйте, здравствуйте, все здравствуйте! Я с вами опять же Артур Шипенгауэр, ваш прекрасный шовинистический друг с огромной лысиной. Так вот, я тут наснимал несколько видосов про феминисток. Ну и всё-таки, да, там было достаточно так много злых шуток. Но я хочу вам показать, почему я именно занимаюсь этим делом. Почему я считаю, что многие феминистки современные, это больные люди. И да, хотелось бы обратить внимание, что я выступаю в первую очередь против Рад Фема, радикального феминизма. Поскольку он самый бескомпромиссный, глупый, жестокий и собирает наибольшее количество больных женщин под своё крыло. В общем, давайте разбирать постики в интернете. Данный пост посвящён двойным стандартам сексуальной жизни. Мол, женщины обязаны ублажать мужчину, а мужчина обязан, ну, ничего не делать, никого не ублажать, в общем, да. Ну, Артур Шопенгауэр считает, что это полная чушь, потому что в реальной жизни такого не бывает. Нет никакой доминации в сексуальной сфере у мужчин, потому что женщины имеют такое же право и такие же возможности. Но женщины тоже могут заставить ублажать себя. И нет никаких механизмов, препятствующих этому. Посему нет никакой игры в одни ворота. В современном обществе женщина сама выбирает те приемлемые практики, которые ей необходимы. Суть жалобы абсолютно непонятна. Немного про убийство. Вот один из постов, который призывает, да, умирать всех несогласных с феминизмом, с радикальным людей. Кстати, припоминается мне ещё один пост на паблике КНН. Там подросток, 15-летний, вроде как сбросился с крыши, да, совершил суицид. И феминистки. Феминистки, в общем, радовались этому, шутили над этим, мол, одним куном меньше. Одним придурком меньше. Всё отлично, всё хорошо. Я не представляю, насколько больными людьми нужно быть, чтобы какому-то абстрактному мёртвому подростку, да, желать смерти. И это при том, что данный подросток им абсолютно ничего не сделал. Получается, что вот эти феминистические фантазии делают радикальных феминисток жестокими, глупыми и бескомпромиссными. Для примера приведу другие посты. Ну, кратко объясню суть того, что произошло. Шамов Дмитрий, такой, да, ну, достаточно известный блогер, который рассказывает про Японию, рассказал про одного американца, который приезжал в Японию и там учил пикапить девочек. И, в общем, у него была своя фишка. Он, типа, подходил к японкам, брал их за голову и притягивал их к своим половым органам. Ну, конечно, это ужасно, это полная олигофрения и вообще, ну, неуважение человеческих прав. Но суть не в этом. Стоит заметить, что большинство феминисток, комментируя данное вот это вот видео, они обращали внимание не столько на этого ублюдка, они все критиковали Шамова Дмитрия, который, к слову, выступал с критикой вот этого идиота американского. Одна феминистка приложила фотографию Шамова Дмитрия и начала насмехаться над его внешностью. По-моему, это вообще какой-то детский сад. Ну, человек, который, в общем-то, вступился, так скажем, за женщину, и они вот так вот к нему относятся. Еще и 34 лайка плюс ко всему. То есть вот она и 34 человека ее поддерживают. Потрясающе. А вот здесь феминистка пытается найти тайные причины, по которым Шамов Дмитрий снял свое видео, где он, собственно, критикует действия вот этого дурацкого американца. И при этом, посмотрите, ни слова про этого американца, в основном, да, все слова про Шамова Дмитрия, который, в принципе, ничего не сделал, который, в принципе, довольно-таки культурно относится к женщинам, вообще к феминизму, и вообще себя довольно-таки адекватно ведет. А почему его унижают? А все просто. Потому что он мужчина. Вот еще один пост, где трактуется тайный посыл этого видео. Хотя на самом деле, скорее всего, я думаю, что Дмитрий как раз и подразумевал, что вот этот американец плохо относится именно к женщинам. То есть, да, не считает их за людей, и вообще, ну, видит в них вещи. И это действительно для Дмитрия плохо. Но феминистки не хотят видеть этот посыл. Они хотят увидеть именно самое вот поверхностное. Они хотят увидеть то, что они хотят видеть. Мол, Шамов Дмитрий, мужчина, мудака, ублюдок, и его, в общем-то, надо казнить. И вот еще один удивительный наивности пост. Мол, женщины-антифеминистки должны выкинуть паспорт и любые документы, в том числе водительские права, и не садиться за руль, отказаться от образования, отказаться еще от зарплаты, оказывается, от контрацепции, и от всего-всего-всего прочего. На самом деле, это все тоже глупость. По сути, феминистическое движение не добилось ничего из вот этих вот перечисленных пунктов. Особенно, если мы говорим о нашей стране. В нашей стране все вот это вот сделали коммунисты. Я не думаю, что Ленин был феминисткой. К тому же, вот, действительно, то, что действительно касается проблемы феминизма, это вопрос про зарплаты и работы. Ну, нам известно, что феминистическое движение зарождается преимущественно в рабочей женской среде. Так вот, отказаться от зарплаты, работали бесплатно. Никто из женщин рабочих не отказывался. у них всегда были зарплаты, и они работали за деньги. Вопрос был в том, за какие деньги они работали. В общем, я устал разбирать всю эту грязь. С вами был Артур Шопенгауэр. Всего вам хорошего. Патриархата нет, но вы держитесь. Здоровья вам. Счастья. Любви. Я рад, что джентльмены и джентльвумены меня сегодня послушали. Всем всего хорошего. Не сдохните там со скуки. Я пошел бороться с волей к жизни. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok.